Главой государства было отмечено, что неплохой налоговый кодекс, но жизнь не стоит на месте, поэтому надо соответствовать реалиям времени. Рабочая группа должна будет в течение полугода, 8 месяцев, сформулировать предложение, внести, ну а вообще кодекс, соответственно, вступит в действие с 2022 года. Основными принципами будут простота налогового законодательства, простота в понимании, простота в использовании и справедливость при вопросах налогообложения. И мы постараемся реализовать эти подходы через повышение цифровизации налоговой системы, через повышение электронного взаимодействия налоговой службы с субъектами хозяйственного и гражданами. Будем использовать и российский опыт, и любой эффективный, современный опыт мы не закрыты, не зашорены. До сегодняшнего дня не стеснялись, скажем так, подсматривать где-то у наших коллег, у стран сопредельных, в той же Китайской Народной Республике есть интересные вещи, которые тоже, я считаю, надо посмотреть и проанализировать. Но я бы хотел сказать, что какого-то слепого копирования или переноса его однозначно не будет. И задача стоит именно проанализировать и выстроить систему так, чтобы она была удобна и применима именно в нашей стране. Ставим определенные цели для себя. На сегодняшний день можно сказать, что порядка 88% субъектов хозяйственного взаимодействуют с налоговой службой в электронном виде. Более 90% субъектов хозяйственного взаимодействия, которые взаимодействуют с налоговой службой, выставляют положительные оценки. Мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас электронное взаимодействие приближалось к 100%. Безусловно, точно так мы бы хотели, чтобы к 100% приближались позитивные оценки. Продолжение следует...